В зале района администрации прошло еженедельное рабочее совещание. На встрече присутствовали руководители управления, ведомств и главы поселений. Началось совещание с поздравления Петра Алексеевича Дегтярева. Бывший председатель райисполкома и глава Северского района отметил юбилейный день рождения. Наградили команды спортивной школы поселка Афибский, вошедшие в тройку победителей во всекубанском турнире по уличному баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края. На планерном совещании обсудили важный вопрос межведомственного взаимодействия при осуществлении государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилым помещением. Следует отметить, что из года в год данная категория граждан систематически получает квартиры. На данный момент заключено 176 договоров социального найма. Однако проверки по использованию жилых помещений с целью недопущения нарушений в эксплуатации показывают недобросовестное исполнение обязанностей по договору найма. Выявлены задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг. Ирина Большакова отметила необходимость введения претензионной работы ответственными ведомствами по принудительному взысканию сумм задолженности. Следующий вопрос в повестке дня – оказание методической помощи городским и сельским поселениям при разработке нормативно-правовых актов. По этому вопросу доложила Алла Хагур, начальник правового управления. Деятельность органов местного самоуправления основана на соблюдении требований действующего законодательства. Каждый год повышаются требования при принятии правовых актов. В связи с этим вопрос очень актуальный и важный. На особом контроле деятельность управляющих компаний. На совещании Зинаида Подорожняк, директор ООО «Черноморский коммунальщик», доложила о том, какая работа проводилась, какие средства собраны и что уже сделано в Черноморском городском поселении за 2016, 2017 и 2018 год. Под постоянным контролем руководства района замена сети водоснабжения и водоотведения в поселениях, отсыпка улицы Щебнем, а также самовольность сжигания мусора и сорной растительности жителями района. О наведении чистоты и поддержании порядка в поселениях на этой неделе отчитались руководители администраций Афибского, Шабановского, Михайловского и Львовского поселений. Мы живем в госях у лета. Под таким названием в Станице Григорьевское прошел район и смотр клубных учреждений по организации летнего досуга детей и подростков, организованный Управлением культуры. На нем на суть жюри свои игровые программы представили команды Зафибского, Григорьевского, Смоленского и Новодмитриевского поселения. Мероприятие совпало с открытием летнего лагеря в школе номер 11. Учащимся праздник подарил незабываемые впечатления, ведь самый первый день их развлекали четыре творческих коллектива, каждый со своей неповторимой программой. На импровизированной сцене ребята познакомились с персонажами из сказок, помыли добрым героям справиться с трудностями, а злым стать добрыми. В гостях у лета каждый ребенок смог проявить эрудицию, ловкость и быстроту. Веселые конкурсы не оставили никого равнодушным. Каникулы еще в самом разгаре, поэтому у школьников есть много времени хорошенько отдохнуть и запастись яркими впечатлениями на весь учебный год. В честь Международного дня шахмат в Северском районе в детской шахматной школе номер 4 состоялся открытый чемпионат по быстрым шахматам среди мужчин, женщин, ветеранов, юношей и девушек. Поучаствовать в чемпионате собрались сильнейшие шахматисты Северского района, Республики Адыгея, городов Кропоткина, Анапы, Краснодара, Тихорецка и Новороссийска. Участников приветствовал международный гроссмейстер Сергей Надрханов. Сергей чемпион Азии, бронзовый призер чемпионата мира, тренер сборной команды Краснодарского края. Многие его ученики показывают блестящие результаты на краевых и республиканских соревнованиях. Открытый чемпионат в Северском районе организовывают ежегодно, начиная с 2010 года. Турнир проводится по швейцарской системе. К нему допускаются шахматисты не ниже третьего спортивного разряда, а для девушек не ниже третьего юношеского разряда. Каждый турнир по-своему интересен, дети учатся играть. В турнире участвовали профессионалы, так что это очень полезно. Это бесценный опыт. Я люблю тут играть и мне тут везет. Я второй раз занимаюсь здесь первое место. Я до этого в 2015 году тоже первое место занимал в турнире. Отрадно, что шахматисты Северского района в числе победителей и призеров. Так, среди мужчин призовые места заняли Андрей Кошелев и Александр Бородкин. Почетное второе место среди девушек у Карины Шубаевой и среди юношей у Егора Коблова. Победители и призеры награждены кубками, грамотами и денежными призами. Турнир, я еще раз говорю, проводится в честь популяризации развития вида спорта шахматы. И проводится, естественно, что уделяется очень большое внимание в Северском районе. У нас открыта большая, очень серьезная школа, которая вообще является детской шахматной школой. Это МБУ средняя школа номер 4 в станице Северской, которая является одной из лучших шахматных школ в Краснодарском крае. Я пожелаю всем, конечно, успехов и, конечно, хочу сказать, чтобы, конечно, играли в шахматы. И мы с удовольствием ждем и в школах Северской, ждем с удовольствием детей, которых мы надеемся, что в сентябре увидим намного больше. И в связи с тем, что еще программа развития шахмат в школе сегодня в Краснодарском крае идет, как говорится, на полном ходу. Надеемся на то, что благодаря нашим участникам, нашим участникам эта популяризация все-таки пройдет среди детей. И у нас будет очень много именно детей, которых мы можем перевести в нашу школу спортивную. История популярной игры насчитывает около пяти тысяч лет назад. Правда, за это время много что поменялось. Однако главное осталось неизменным. Шахматы – игра для избранных. Не всем дано покорить эту ставшую теперь уже спортивной дисциплину. И самое главное, чтобы победить в шахматах, надо обладать силой воли, которая присуща только спортсменам, только чемпионам. Иначе эту игру королевой не покорить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова